Как и планировалось, сегодня проведён первый испытательный пуск ракетоносителя тяжёлого класса «Ангара-5А». Действительно, для нашей ракетно-космической отрасли, да, пожалуй, и для России в целом, это большое, очень важное событие. Напомню, что 9 июля этого года успешно стартовала лёгкая ракета «Носитель Ангара», и таким образом мы последовательно реализуем большую, масштабную, общегосударственную программу. Сейчас коллеги только что об этом говорили. Программу, которая фактически открывает новый этап в освоении космического пространства. В тяжёлой ракете-носителе «Ангара-5», как было сказано, применены самые передовые технологии, и с её помощью гарантированно можно выводить на любые орбиты действующие и перспективные космические аппараты, причём как военного, так и экономического, научного назначения. В частности, Сергей Кожигенович уже об этом сказал, они предназначены для системы предупреждения о ракетном нападении, разведке, навигации, связи и ретрансляции. Тем самым мы серьёзно укрепляем безопасность России. Отмечу, что все детали и узлы «Ангары», об этом тоже уже говорили, российские. В её разработке применены передовые технологии, полностью соответствующие современным стандартам, в том числе и экологическим требованиям. Это заметно снижает нагрузку на окружающую среду. В дальнейшем эти ракеты будут запускаться с космодрома Плесецк и сменят своих предшественников – «Протон-М» и «Рокот». Благодарю всех участников сегодняшней работы – инженеров, конструкторов, испытателей, военнослужащих. Вы подошли к выполнению поставленной перед вами задачи со всей ответственностью. Своим успехом показали, что Россия остаётся одним из признанных мировых лидеров в освоении космического пространства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Кукуруза